Всем привет, это FreeStudio21.com Продолжаем штурмовать книгу Gateway B1 И перед нами текст из рабочей тетради Насколько я помню, это текст из юнита второго, вроде бы В любом случае, наша задача, как всегда, его прочесть, понять Тем более, что это get ready for your exam, по-моему Это, будем говорить, ну, скажем так, экзаменационный текст Поэтому он будет немножко сложнее, чем тексты в юнитах Итак, read the text, choose the best title Здесь надо будет заглавие подобрать какое-то из трёх вариантов Ну да ладно, это уже не важно The law in Britain and many other countries says That children under 16 need to go to school When they don't go to school, it's a crime It's called truancy And many different countries take truancy very seriously Закон в Британии и во многих других странах говорит, что детям до 16 лет нужно ходить в школу Когда они не ходят в школу, это преступление Это называется прогул И во многих странах, будем говорить, прогулы воспринимаются очень серьёзно Итак, что мы имеем здесь интересного Ну, само по себе, оно вроде как всё понятно Children under 16 Что здесь имеется в виду? Дети до 16 лет Дальше Need to go Здесь need в роли почти что должен Да, это как бы нужно Но здесь нужно, это в смысле должен Так, когда они не ходят, это преступление Так, ну здесь в принципе всё ясно Truancy Это ещё что такое? Truancy – это прогул Обычно это касается не только школы, но и работы То есть увиливание от работы Прогуливание Далее Многие разные страны Ну, я не знаю, я бы так не говорила Далее очень интересно вот это выражение Take truancy very seriously Если дословно Принимают прогулы очень серьёзно Ну, ясно, что мы так не говорим Но структура сама по себе очень интересная They take А дальше будет something Чего-то там Они И дальше take будет переводиться Как воспринимают По-другому Квалифицируют Тоже можно сказать Но здесь воспринимают, мне кажется, лучше А дальше что-то На месте truancy Может стоять абсолютно любое слово Так, едем дальше Следующий абзац In a group of private schools in Tokyo Students put out their hands for examination every morning A special computer looks at each student's fingers To check their fingerprints Prison officers use the same technique With criminals in prison It means that teachers know exactly Who is in the class And who isn't В частных школах в Токио студенты вытягивают руку для проверки каждое утро Специальный компьютер сканирует пальцы каждого студента, чтобы проверить их отпечатки Офицеры в тюрьмах используют ту же самую технику с преступниками Которые заключены в тюрьму Это значит, что учителя точно знают, кто присутствует в классе, а кто нет Итак Значит, in a group of private schools Я перевела просто в частных школах Но здесь на самом деле в группе частных школ То есть не во всех, а в некоторых В отдельных частных школах можно сказать Ну я напишу дословно В группе частных школ Может это какое-то объединение школ Не знаю Далее Put out Put out это вытянуть руку Или обычно о руках идет речь Вынуть руки из карманов Вытянуть руку Put out The hand, допустим Далее For examination Не ведитесь, пожалуйста Это не экзамен Это проверка Не более того Проверка Далее Смотрит Если дословно, так и есть Смотрит Я сказала, сканирует Ну, по сути, так и есть Но здесь написано Смотрит На пальцы Check their fingerprints Проверить отпечатки пальцев Далее Prison officers Ну, можно сказать Офицеры в тюрьме Можно сказать Просто охрана Тюремная Охрана тюрьмы Или тюремная охрана Как вам больше нравится Далее The same Такой же Или точно такой же Далее слово Technique Ну, в принципе О нем и догадаться Можно, что это Это техника Но обратите внимание Но обратите внимание Как оно читается И как оно пишется Интересно Это явно Французского происхождения Далее Далее В некоторых странах Прогулы Так Значит, здесь у нас Главное Значит, с чего начать In some countries Это ясно Труэнсы И так далее Значит, прогулы Есть А дальше Проблема And responsibility Вот это вот все Это все Четыре А вот дальше Переходим назад На parents Это будет пять Здесь притяжательный Поддерж стоит Вот этот апостров После s Это притяжательный Поддерж То есть, чья проблема Родителей Далее Слово responsibility Ответственность Употребляется Как в позитивном Так и в негативном Контексте То есть, ответственность В смысле Моя ответственность И в смысле Моя ответственность Перед законом То есть, там Уголовная Административная И так далее And далее Arrived at Обратите внимание At the house Прибыли Или пришли Приехали Здесь прибыли Если дословно Обратите внимание На предлог Прибыли в дом А здесь стоит At А не in Так, что мы здесь Еще имеем Arrested To get to the police station Отвезли в полицейский Участок Police station Это полицейский Участок Или забрали В полицейский Участок Тоже как вариант Как видите Take Потрясающее слово Оно может означать Буквально все Что угодно И воспринимать И отвезти И забрать Все, что хотите Слово times В данном случае Это разы Time Это раз Это не время Далее In the Malaysian town Когда полиция Находит Ученика Который На улице Они в школе Его забирают В полицейский Участок Здесь сейчас Специальная Оборудованная Читальная Читальный зал Или читальня Студенты Читают книги Пока они ждут Своих родителей Чтобы они приехали И забрали их домой Те студенты Которые Не заканчивают Книгу Берут ее Домой А затем Пишут По ней Изложение Вот такой Вот интересный Вариант Я бы тоже Так делала Итак Что же мы Здесь имеем Ну в принципе Здесь все Вроде бы Ясно Значит Опять же Take them Почти то же самое Что в предыдущем Абзаце Reading room Ну я не буду его писать Это и так понятно Читальный зал Так Обратите внимание Wait for For their parents To come And take them home Ждут своих родителей Wait for Это ждать Wait for somebody Обычно Ждать кого-то А дальше у нас Инфинитив Прийти и забрать Это если дословно Но если не дословно Здесь надо придумать Слово чтобы Перед инфинитивом Обычно ставится слово Чтобы Чтобы они пришли И забрали Дальше Ну в принципе Здесь все ясно Write a summary of it Write a summary Написать краткое изложение Книги Ну книги Или чего-то еще Следующий абзац Следующий абзац В школе Slate for school Здесь все дело в предлогах Ученик или студент У них нет разницы Что мы имеем здесь Как видите Как видите Далеко все не по порядку Переводится Итак Ученик ясно Далее Опаздывает Что имеется ввиду Опаздывает Это вот это И вот это Вот оно здесь Опаздывает Дальше В школу В школу Это у меня вот это А на 30 минут Обратите внимание Оно стоит В самом конце И у нас Ставится перед ним Предлог Далее Телефон не прекращает Звонить Пока Кто-то не ответит Вот это Until Это пока не Вот такой вот Текстик Маленький Но интересный В любом случае Так Ну посмотрим Какие тут заглавия School children And violent crime Так Ну это явно Не в тему Global solutions To the problem Of apps and students Значит Решение по всему миру Проблемы Отсутствующих учеников Ну в принципе Да Вполне могло бы быть Ладно Who is responsible for you Traveling to school Так Ну это явно Не в тему Поэтому здесь Очевидно Второй вариант Это и будет Заглавие моего текста Вот такой вот Интересный текст Если у вас Если вы Несчастливый Обладатель Gateway B1 Если у вас Нет рабочей тетради Ибо это текст Из рабочей тетради Gateway B1 Ссылка на скриншот Стоит в описании Видео Без моих каракулей Можно пройти Посмотреть И сделать даже Упражнение по тексту Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал Субтитры сделал DimaTorzok